Потому что сейчас вообще дискуссия, что кто-то говорит, что отношения ему не нужны, не таких все больше, кто-то страдает от того, что отношений нету, кто-то страдает от тяжких отношений, которые эмоционально для него некомфортны. И давайте мы сначала вообще поймем, что такое отношения. Мы думаем про отношения, как про отношения двух людей, девушки и молодого человека, зрелой женщины и зрелого мужчины. Мы думаем про отношения пары, но правда состоит в том, что наш мозг не устроен был таким образом, чтобы думать про одного партнера. Он настроен на то, чтобы думать о семействе. Поэтому раньше, когда мы переживали такой патриархальный период существования, люди жили такими общностями. Это, как правило, жило три поколения. Бабушки, их дети, родители детей, внуков. И, соответственно, люди жили в таких коллективах. И это не случайно, потому что знаменитый исследователь, профессор, оксорский антрополог Робин Данбар, он определил это знаменитое число Данбара. Это то количество людей, о которых мы с вами можем думать, размышлять, и которые составляют нашу внутреннюю жизнь. Потому что наша внутренняя жизнь – это общение с людьми, про которых мы думаем. И это ваш внутренний монолог с этим связан. И он определил, что в нашем внутреннем круге, в ключевом таком нашем пространстве должно существовать пять значимых для нас людей. То есть пять людей, с которыми мы находимся в перманентных, постоянных отношениях. И вот теперь представьте себе жизнь, которая, в общем, была вполне обычной еще 25-30 лет назад. Живут там бабушка с дедушкой. Они привечают у себя свою дочку или сына с их второй половиной. У них еще рождаются трое детей или двое. И дальше мы получаем такую ячейку общественную. Не просто два человека встретились и друг с другом строят отношения. А это пять человек друг с другом строят отношения. В Советском Союзе было куча анекдотов про тещь, про, значит, вот кто, как туда и так далее. То есть это действительно была такая социальная общность, в которой люди свою психическую энергию, которая у них возникала, они разделяли между всеми участниками этого марлезонского балета. То есть они какую-то часть энергии тратили на общение со старшим поколением, какую-то часть общения сил тратили на общение с младшим поколением. И, соответственно, друг на друга у них приходилось просто меньше сил. Меньше сил, меньше проблем, вам честно скажу. Вторая составляющая. Отношения с супругом или супругой, они были определены еще и вот этими тоже отношениями. Потому что как-то к ним относились старшее поколение, как-то на это реагировало младшее поколение. То есть это было не просто мое отношение к супруге или отношение женщины к мужу. Это было такое, как бы сказать, сложно сочиненное отношение. И как ни парадоксально, для нашего мозга все думали, конечно, всегда. И 20 лет, и 30, и 40, как бы разъехаться, забыть про паниковые штаны. Всем зажить своей собственной жизнью. Все думали про это, конечно, мечтали. Квартирный вопрос известный московский всех испортил москвичей. Но не москвичей, на самом деле, всех. Почему? Потому что это, конечно, на головах друг у друга сидят веселья мало. Но удивительно, мы-то же биологически же созданы были именно для таких сложных отношений. А сейчас что произошло? Сейчас произошло то, что мы все стали в каком-то смысле одиночками. Такими эгоцентриками. Это обусловлено множеством факторов. Это обусловлено, значит, ну вообще, в принципе, идеологией. Потому что у нас сейчас идеология такая, поощряющая отдельную личность, ее интересы, ее мнение, ее там и так далее. Хорошая, мне нравится. Вот. Каждый имеет право, так сказать, на свою собственную жизнь. Хорошая идея. Почему нет? Вот. Значит, дальше. Раньше сама жизнь в экономическом плане, в бытовом плане и так далее. Реально, раньше люди вместе жили, потому что... Я помню очереди. В рыбной очереди. Вот. И в молоко. Один в рыбную стыню, другой в молоко. Вот. И все заняты. Как на охоте, понимаете? Раньше поход в магазин был похожий на охоту. И все походят, там, пособирают, принесут в дом. Вот молоко принес, тут рыбу, тут мясо. Ну, мяса не было, костей. Да. Кто картошки купил, кто-то не совсем гнилой. И все уже, понимаете, дом коромысла. Вот. То есть, условно говоря, распределен был функционал. Да. Каждый понимал, кто он, за что отвечает, каковы его действия, там и так далее. Вот. И таким образом другие люди, как бы, были нужны. Вот. Кроме того, каждый из них где-то работал. Соответственно, можно было что-нибудь с завода принести. Или, там, с работы с другой какой-нибудь. Вот. Так же жизнь была-то веселая. Вот. И я иронизирую, потому что, конечно, ничего хорошего в этом нет. Вот. Но правда состоит в том, что люди были друг другу нужны. Сейчас человеку нужен айфон. Ну, или просто самсунг. Или... Ну, им нужен смартфон. Вот. Я нашел название. Человеку. Потому что здесь все есть. В смартфоне, понимаете? Есть. Да вот. Любые развлечения. Общение. Эти, как его... Услуги любые. Знакомства даже есть. Что там еще есть? Можно заказать себе еду. Понимаете? Раз. И оно вам приедет. Не надо бегать.